Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Татьяна, психоаналитический психолог. И сегодня пятница у нас будет разбор снов с моими коллегами Татьяной и Элизой. Жду, когда они присоединятся, и мы начнем разбирать. Присоединяю. У кого есть сны, может быть, сегодня вы снились, присылайте. Я здесь, привет! Привет, спасибо большое, что перезашли ради меня. Я все слышала и все видела, но я не могла. Вместе с тобой слетела даже кнопочка, где я могу тебя присоединить. Не знаю, что это было. Унесла, да, я все уношу с собой, конечно. Это моя суть, уносить все с тобой. Спасибо, что дождались, дождались, дождались. У кого сколько сновидений сегодня? У меня два пока. Два? У тебя, Тань? У меня нету. Давайте высыпаем. Я буду спамил, и, может быть, кто-то напишет в комментариях сегодня, кто-то захочет разобрать. Угу. Хорошо. Ну что, Элиза, давай. Давай ты первая. Так, сейчас. Вот. Добрый день, значит, пишет девушка. Сегодня снился сон, будто группой собирались поехать куда-то. Я будто поехала по делам каким-то и попала в мусорный бак. И увидела, как клиент из машины выходил. А к нему я испытываю симпатию. Ну, видимо, ее клиент. В глубине души и хотела бы отношения. И как бы зову, чтобы он обратил внимание. И он помогает выбраться. И какой-то флирт был. Потом я еду на ЖД. Остается два часа до самолета. Интересно, на ЖД? Но остается два часа до самолета. Никто не говорит, что надо не сюда. Я злюсь на группу. Что им плевать на меня. Даже не удосужились сказать, куда ехать-то. Приезжаю в аэропорт. И опять из них никто не может сказать. Сейчас, секунду потеряла. Не может сказать, где стойка регистрации. Я стою и не понимаю, где же они. Аэропорт напоминает, как идти рынок. И минут за 30 кто-то показывает, где эта стойка. И уже там все делаю. И просыпаюсь. Про чувства она не написала. Какие были чувства. Еще раз, пожалуйста. Как она попала в мусорный бак? Вот смотрите. Сон начинается так. Будто группой собирались поехать куда-то. Я будто поехала по делам каким-то. И попала в мусорный бак. То есть она поехала по делам. И внезапно оказалась в мусорном баке. Важные дела, значит, были очень. Так. Вот. Ну и потом разворачиваются некие события. Потом она увидела клиента своего, к которому, видимо, симпатия. Он ее пытается из этого бака вытянуть. Потом какой-то флирт. Потом она едет на ЖД. Остается 2 часа до самолета. Никто не говорит. То есть как будто бы она ждет указаний каких-то. А никто ей не может сказать, куда ехать. Где стойка регистрации. Она ищет ее. Никто не удосуживается. Видимо, здесь какая-то даже агрессия на тех, кто ей не подсказывает. Куда ехать-то, вот как она пишет, да. Приезжает в аэропорт. И опять из них никто не может сказать, где же эта стойка регистрации. Да. И она пишет. Я стою и не понимаю, где же они. Аэропорт напоминает индийский рынок. И минут за 30 кто-то все-таки показывает, куда идти, где эта стойка. Ну и она уже, видимо, регистрируется, все делает. И в этот момент она просыпается. Я правильно понимаю, что в самом начале она, по сути, поменялась местами со своим клиентом? То есть она стала его клиентом. Он ей помог. Он ее вытащил. Он ее из бака вытаскивал. Да. Он ее вытаскивал и вытащил. То есть, во-первых, здесь имеет место, ну, то есть вот эта подмена, ну, не подмена, вернее, а смена ролей. Да. Еще бы знать бы, конечно, ну, чем девушка занимается. Но в целом, мне кажется, это сновидение о том, что если она становится на место клиента, она вообще запутывается. Вот, ну, она теряется в пространстве. Она не может найти выход. Она не может попасть туда, куда ей надо. Это, может быть, метафора, ну, такая экзистенциальная даже, да? То есть это что-то про смысл, про цели, ну, про какие-то такие важные... Ну, не успехи, я имею в виду, да, а вот про поиск ответов на вопросы. И это происходит именно тогда, когда она сама становится клиентом. Да, девушка работает, она вообще учится в медицинском, то есть, по-моему, даже сейчас она уже заканчивает, и она уже занимается, то есть она берет клиентов, которые хотят похудеть, то есть она как вот, как они называются, как... То есть человек, который помогает человеку сбросить вес. Это, я забыла, профессия, как это называется. Диетолог, да, видимо, вот что-то такое, то есть по медицинским показателям, то есть она помогает людям, которые хотят вот сбросить вес. Как я, ну, насколько я понимаю, она вроде вот этим занимается. И Лиза, спасибо за удачу. Танюш, ты закончила? Да, 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 я пока размышляю дальше. Да, вот у меня появилась такая мысль, да, я так понимаю правильно, что она недавно закончила и недавно только начала работать. Она еще не закончила, но уже как начинает брать клиентов, да. Начинает, вот. И вот этот момент, вроде как, она учится, и, может быть, там внутри какая-то тревога, с одной стороны, я закончила, и вот это вот я могу, и надо пойти к клиентам, и надо с ними работать. Очень похоже. Но есть еще неуверенность какая-то, да, то есть я иду, но я как бы боюсь. И оказываюсь вот с этим мусорным баком, то есть я с другим человеком, другой человек, это как бы, условно говоря, как мусорный бак, с чем я должна разобраться. Так. И я подхожу к этому мусорному баку, и в итоге получается от неуверенности, не я помогаю разбирать, а сам человек как будто, и это может быть и стыд, и неуверенность, что-то с этим связано. Да. И вот этот поиск, кто мне подскажет вообще, как надо-то, я только начинаю, подскажите, подскажите внутреннюю тревогу. И в какой-то момент она все-таки находит этот ответ и просыпается. Ну, то есть это такой поиск, как будто себя в этой профессии. И может быть в самом начале это некая неуверенность такая. Как могу ли я, есть у меня ли ресурс разбирать вот эти баки? Да. И если у меня, мне кажется, я бы добавила право, если, вот смотрите, знаете, очень часто у психологов, да, бывает такая проблема, что, ну, я же еще там сама, там, не во всем, например, да, проработалась, ну, как же я буду брать там первых пациентов, клиентов? И очень часто, да, у начинающих психологов и вообще у начинающих специалистов возникает вот такая проблема, что, ну, я же сама еще вот, ну, не разобралась в себе, как же я могу другому помочь? И тут вот какое-то такое внутреннее как будто бы себе не разрешение, да, что я могу дать как бы вот этим людям, да, это они, наверное, еще там мне могут подсказать, как мне быть. Или, например, мне еще нужно с собой столько поработать, чтобы дать вот это себе право, да, брать вот этих первых каких-то пациентов, да, клиентов и так далее, и так далее. И тут, ну, я подозреваю, да, она как будто бы все-таки не до конца себе дает вот это вот некое разрешение на то, чтобы взять, да, уже, ну, и дать себе это право действительно называться специалистом, ну, и как бы уже начать работать как специалист. Ну, вот моя версия, она, ну, она остается пока, она о том, что идентификация с клиентом это та тема, до которой девушка еще пока не дошла, да, то есть там она может знать, ну, знать проблематику, да, но не может встать на сторону клиента, то есть понять, что он может испытывать, что он может чувствовать. Но это сновидение, ну, ей говорит о том, что тогда, когда ты меняешься местами с клиентом, ты очень потерянная, ну, то есть ты, ну, ты даже не можешь представить, что он испытывает на своем месте, да, то есть если ты туда, значит, посмотришь, или ты с ним идентифицируешься, или ты, ну, что-то сама пройдешь. Ну, знаете, вот эта тема есть про то, что психолог там, ну, там, опять же, да, психолог, он может помочь только если сам что-то пережил, да, там, или сам что-то, ну, прошел подобное. Ну, вот есть такая, ну, это самая, идея такая, вот. Мне кажется, что, может быть, у нее, у этой девушки есть переживание с этим связанное. Например, что, ну, мне нечего, ну, мне нечего показать, может быть, да, там, или поделиться своим опытом, вот мне не хватает понимания, что на том конце провода испытывает мой клиент. Потому что вот в этом сновидении, ну, вот она запуталась, да, то есть он ее спас, а она, ну, она в итоге не добралась до места назначения. Мне кажется, это проект. Ну, мы же набрасываем версии, поэтому, да. Да, Татьяна, я бы даже твою идею сейчас продолжила, и если, да, ты начала говорить про идентификацию, вот, я бы пошла еще глубже, то есть она же и там, и как будто бы не на своем месте теряется, да, где клиент, а где специалист, кто кого спасает, ну, не спасает, да, а кто кому помочь может. И мне кажется, если пойти глубже еще в иерархию семейную, как будто бы и ей дали вот ее родители, да, вот, не ту роль, да, не на ту роль ее поставили, как будто бы она чувствует, вот она же как ребенок должна, да, быть своим родителем, а ее как будто бы поставили в позицию, вот, ты для нас родитель, а мы родители для тебя дети. Ну, и уже оттуда, конечно же, идут вот эти вот неправильные роли и в плане профессии, потому что, ну, мы с вами знаем, да, что вот эта вот профессиональная идентичность, она может быть только тогда, когда ребенок, да, вот это вот проработает, что он на своем месте, что он ребенок, сзади его родители, да, и тогда у него и есть разрешение на то, чтобы пойти дальше, там, построить свою личную жизнь и как специалиста, да, как специалисту разрешить себе идентифицироваться, ну, и так далее, все социальные роли откроются тогда, потому что, да, социальные роли открываются человеку тогда, когда он в своей и половой идентичности и в своей семье по иерархии на своем месте стоит, и потом уже, как бы, да, все места, все свои места открываются и в социуме. Здесь еще, мне кажется, и мусорный бак, это метафора сосуда такого, емкости, наполненной всякими, ну, там, всякими токсинами, например, да, там, или плохими продуктами, отходами, ну, вот какими-то такими продуктами переработки, да, то есть в этом смысле мусорный бак – это тоже, может быть, метафора тела, ну, присыщенного всяким мусором, якобы. Причем чужим мусором, чужой тревогой, да, вот если по психоанализу чужими чувствами, как будто бы во мне, да, вот я как будто в этом мусорном баке, и я переполнена вот этими чужими переживаниями, чужими чувствами, которые наделили, да, сновидца, да, вот как будто бы она должна это все переработать. А раз она должна вот это переработать, переработать, она же не может жить своей жизнью. И, как следствие, она не может быть на своем месте, она не может быть специалистом, как вариант. Ну, да, и вот этот поиск во сне, да, непонятно, то ли на поезд, то ли в самолет, но куда-то идти вперед, но как будто все время непонятно, кто-то должен подсказать, расписание подсказать. Это уже когда ребенок привыкает, да, вот к этому. Ну, нет у человека, который, там же, смотрите, ну, путаница. Путаница – это же, по сути, перверсия, 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 которые, вот, да, были, возможно, в этой семье. И девочке, да, вот этот ориентир никто не дал, потому что есть внешний объект вроде, который, ну, меня учит жизни, а он дает вот такую путаницу, он дает вот такое какое-то ошибочное понимание этого мира, какие-то вот эти вот ошибочные роли, в которых она должна быть. Поэтому она ищет, ну, кто, ну, кто же мне, да, может сказать, ну, как истина вообще нужна, да, вот этот родитель, поиск идеального родителя, который знает некую истину, который не путать ее вот будет, да, в этих перверсиях, а который даст вот ей как раз-таки какой-то ответ, кто она, да, имеет ли она право, да, куда она может идти, какие роли она может брать, ну, и так далее, и так далее. Ну, вот может быть как раз тогда развитие вот этой личности, да, внутренней, которая создает вот эту роль социальную, где она не строится и знает. Но это вот либо, да, но вот сейчас на данный момент как раз вот, мне кажется, связано то, что ты говоришь, Элиза, да, это, может быть, накладывается дальше в жизни вот такие путаницы, да, когда нужно делать какие-то действия. Конечно. Если они в глобальном смысле есть у человека, конечно, они будут и в социуме, везде, везде они будут эти путаницы, и бытовые какие-то путаницы как раз-таки, да, когда надо вроде в аэропорт, она почему-то приезжает на ЖД, вокзал, да, то есть вот они какие-то и бытовые вот эти путаницы. Ну, надо работать, а хочется уехать, потому что это может быть еще и страх, да, потому что непонятно, как это провести. Разрешения-то нету. Обратную связь страшно получить. Согласна. Разрешения-то нету. Она же ищет, но разрешения-то нету на то, чтобы она вообще вышла вообще из этого всего и встала именно в свою позицию, взяла свои какие-то, да, вот эти роли. Потому что они-то ей изначально запрещены. Ну, вот. Но я думаю, какая-то динамика в психике прослеживается у девушки, раз вот такие сны интересные снятся, то есть какой-то выбор там происходит внутренний. Ну, и, конечно же, это связано с тревогой, что а имеет ли она право на это, а не будет ли наказание, а не будет ли последствий, да, за то, что она вот из этого всего выходит. Она в групповой терапии, вот. И я думаю, что вот что-то происходит. В психике. Какое-то разрешение, может быть, в узнании. Ну, может быть, она еще и борется внутри, да, могу ли я ее. Она еще и в группе. Ну, поэтому плюс учеба, плюс группа, когда же с собой работаешь, сны более яркие получаются. Конечно, конечно, согласна. Ну, вот. Ну, мне понравилась последняя фраза, и уже там все делаю. И просыпается. То есть что-то делаю, как взрослый, руками делаю. Да, то есть функция взрослого, могу и делаю. И в этот момент она просыпается. Вот что-то внутри, видимо, разрешилось. Что-то разрешается, да, надеюсь. Вот. Ну, я все. В принципе, ну, свой анализ, свою интерпретацию я дала. Вы, если хотите, что-то еще добавить, может быть. Да нет. Я уже добавила. Я думаю. Танюш, ты посмотри там, там вот, пожалуйста, кто-то писал в комментариях сновидения. Может, пока девушка с нами, давайте разберем его. Давай, да. Потом я еще один представлю. А потом ты еще один. Тихо, я приехала сдать свою квартиру, которая выглядит совсем по-другому. Годов 70-х ремонт. Очень красочный. Я вышла в туалет. Там аж три унитаза. Один из которых маленький, будто детский. И протекал. Я возмущена, что без моего ведма поменяли все в квартире. Потом приходит мужчина. Я открываю и очень боюсь его. Тут у него исчезает тело. Остается только голова, а потом закрывается дверь. И я просыпаюсь. Три унитаза. Да. А данная стадия развития. Это же еще и выход. Даже когда даешь задание нарисовать дом. Дом – это как самость. И человек иногда рисует унитаз, а иногда не рисует унитаз. Это говорит о том, что если у него тоже как раз таки вот эта вот способность переваривать что-то и что-то сливать, то есть из себя выводить. И вот три унитаза. Утилизировать, да. Что-что? И причем детский причем течет. Утилизировать, говорю. Утилизировать, да. Действительно. Утилизировать то, что уже не нужно, что уже переработано. Кто-то же это в себе оставляет, да. А кто-то это с легкостью может утилизировать. И вот может быть как раз таки сон подсказывает, что она себе не разрешает в реальности. Старые – это какие-то старые… Да, что-то утилизировать. Что-то старое из детства, из юношества, из чего-то еще, да, какие-то эмоции, взаимоотношения, они уже не нужны. И вот сон поставил три унитаза, говорит, спусти их вот сюда. Аж три. Да, ты выбирай любой. Я мозг, говорит, я больше не ввожу. Давай уже. Что-то детское, да. Я думаю, что это детское, старый дом, да. Это может быть связано как раз таки с, ну, старый дом, родительский может быть дом, даже если во сне это не родительский дом, но такая интерпретация, да, родительского дома, то, что там, возможно, происходило, то, что там заблокировалось, ребенок же не может, да, многое проживать, какие-то травмирующие события, неприятные. Он просто замораживается, замыкается, да, и все это в теле остается. И теперь, возможно, пришло действительно время все это утилизировать, высвободить. Может быть, вот есть ощущение, что что-то удерживается, удерживается, очень сильно удерживается, и за это Оля держится очень сильно. И сон, это может быть как подсказка, да, что надо как-то это избавиться от этого. Нужно переваривать, да, переварить это психически в первую очередь, переработать психически, но и потом, как бы, да, утилизировать. А вот там еще течет, и это пугает даже. То есть, если я это упущу, то вообще непонятно, что делать с новым, может быть, да? Если оно вытечет, да. Формировать новое нужно. То есть, когда мы избавляемся, мы же почему удерживаем? Потому что мы боимся, что это же тоже нам какие-то страхи дает, а страхи тоже нам какую-то безопасность дают, как, да, известно. И тогда, если я от этого избавлюсь, а святое место пусто не бывает, что-то же новое придет, а к этому новому я, возможно, еще не готова, как вариант. И тогда нужно это все в психике сначала сформировать, да, чтобы быть готовым к этому новому чему-то. Иногда люди к счастью не готовы, иногда люди к любви не иногда, а чаще всего они не готовы, они хватаются за эту боль, да, даже когда в работе человек перерабатывает, да, перерабатывает, а потом приходит и говорит, ну, хоть где-то же я должна это проживать, там смотрят какие-то сериалы, ужасы, еще что-то. Вот не готов он, да, вот взять и отказаться вот так легко вот от этого внутреннего ужаса, который с ним происходил. Поэтому и хватается за это, потому что, ну, не готов он еще к этому чему-то нормальному, здоровому, радостному, там, где нету тревоги, там, где нету страхов, там, где нету беспокойства постоянного, или, например, борьбы с чем-либо. Ну, вообще, за старым опытом уже очень сложно идти в новое. Согласна, согласна. И поэтому какая там радость, вот есть вот это, и вот это удерживается как будто бы. Так поэтому же это и важно переработать. Ну, сон сейчас о чем? О том, что, возможно... Время пришло. Оля удерживает что-то из старого. Да. Людей, какие-то, может быть, чувства, обиды, не обиды, воспоминания. Вот удержание как будто бы происходит. Программу какую-то чужую, которую вы взяли, возможно, когда-то. Во сне я на одном из унитазов сижу. Уже хорошо. Уже сели. Во сне. То есть вот вам сон и подсказывает, что вот садись, да, садись уже и переваривай, и сливай. То, что ты поглощаешь, надо потом как-то вот выводить. Выводить. И такое ощущение, что она готова уже где-то. Готова, но вот все равно какой-то как будто внутренний конфликт. И хочу, но как будто бы должна остаться еще вот в этом. То есть раз сон ей подсказывает, что вот ты уже можешь сесть на унитазов как вариант. А мне еще любопытна цифра 70-е. Это либо, ну, период года рождения сновидицы, да, либо, ну, там, например, это годы рождения ее родителей. И тогда, может быть, там что-то есть еще. Ну, то есть что-то родительское еще помимо ее собственного, может быть. Если Ольга смотрит нас, то, может быть, вы могли бы написать, Оля, если можно, год вашего рождения. Вот Оля пишет, с выведением в жизни бывает сложно. Но это да. Начните с какого-то легкого расхламления. Иногда, знаете, такие люди, они даже боятся выбросить что-то ненужное. Вот настолько они, ну, вот, как будто бы понадобятся, а вдруг я выкину, а потом пожалею. Вот психику свою начните подготавливать понемножку. Там сначала выбросить, там, какую-то ненужную одежду. Потом там расхламить, да, квартиру. И покажите своей психике, что это нормально и что это безопасно для вас. Что от чего-то избавляться ненужного это уже для вас безопасно. То есть и потихонечку, потихонечку, да, вы будете как будто бы психику к этому готовить, что это не страшно. Очень интересно. Это до моего рождения, это начало совместной жизни родителей. Опа. Подготовка. Ну вот, я же говорю. Подготовка. Подготовка. Выкинуть легко. Оля пишет, я, 84-го года. Тогда это говорит о том, что что-то, да, вы выкидываете, проживаете как раз-таки, да, вроде с легкостью. Но то, что нужно выкинуть, вы выбросить не можете. Но то, что именно, ну, нужно такое глобальное выкинуть в своей психике, да, опять же, эту программу родительскую, эти установки родительские, вот от этого вы избавиться, главное, не можете. Слушайте, я еще сейчас подумала, что это может быть вопрос сепарации, да, девушка 80-го года. Как вариант, конечно. Очень часто так бывает, что сепарация воспринимается как нечто пугающее, да. Как предательского родителей. Как предательского родителей. Как будто бы я предатель, невозможно, родителей. И одновременно страх. Ну, кто же предатель? Страх одновременно, потому что, а как, вот, нет понимания, а как по-другому? Если я буду сепарирована, если я стану психологически взрослым человеком, тогда я как буду проживать, да? И происходит, может быть, вот это удерживание детского поведения, детской части и слияние с родителями, психологическое, понятно, да? Может быть, не всегда можно сказать нет. Или постоянное согласие. Невозможно принять вот эту свою взрослость, может быть, я вот еще что-то подумала. Может, из этого пригодится? А, это нет, Татьяна. Это Таня пишет как бы сон. То есть он начинается выше, и потом она пишет продолжение. Да, да, да. Оля пишет про сепарацию, я согласна. Я в этом продвигаюсь. Ну, отлично. Вот, возможно, поэтому вы с этим работаете, поэтому сон, сны такие снятся. И тоже, смотрите, три унитаза, мама, папа и ребенок, да? Детский. И детский течет. То есть, ну, с этими родителями якобы все в порядке. Да. Детский течет. Понимаешь? Вроде все нормально с ними. А третий, так сказать, прохудился там, забился или что-то с ним не так. но появляется страх, что нормально ли это? Или вообще правильно ли это не нормально? Да, справится ли этот унитазик без вот этих унитазов взрослых? Да, то есть сам один. А вдруг он не справится? Он же течет, он же какой-то неисправный. Вот. И как будто бы только рядом с этими другими унитазами, да, он как-то сосуществует. Да, да, да. Точно. Типа надо все время оглядываться, да, на эти... Ну, сепарация, это же как раз-таки, да, почему ребенок не может сепарироваться. Потому что мы внушили, что он сам не справится. Поэтому важно с этим совсем жить. Тут вот, ребят, вопрос еще задавали, да, несколько лет... Сейчас, где это? Несколько лет не снятся сны. Про что это? Не снятся. Про то, что... Ну, психическое, ну, в каком-то застое. То есть, что такое сны, да? Это как раз, это же форма психического, психической жизни. Да. Ну, и следовательно, если сны совершенно не снятся, это говорит о том, что какой-то там застой и в психическом. Да, я тоже в первую очередь об этом подумала, потому что вспомнила, что ведь когда ходишь на личную терапию, там же говоришь о себе, о своих чувствах, о своих мыслях, ощущениях, да? И как будто психика оживает, и ты начинаешь видеть сны какие-то невероятно яркие. Да. То есть происходит жизнь, оживает что-то внутри. А вот когда человеку очень много, например, о других чувствах, это становится не очень, может быть, приятно, и потихоньку психика блокируется. Тогда меня нет, и я где-то там что-то постоянно делаю. Во-первых, это не больно, когда с другими. Ну и снов, естественно, нет. Да. Ну что, у меня есть ещё один сон, я просто пообещала, что мы его разберём, он такой очень, ну, сейчас вы поймёте. И потом можно ещё вот Татьяне сон разобрать, о котором она написала. А, ещё же, Татьяна, у тебя есть сны. У меня два коротких и четыре больших. Мы не успеваем сегодня, да. Ну давайте, что успеем, то успеем. Элиза, давай ты, потом Татьяна из наших слушателей, вот, а потом я пойду. То есть я не зря пришла в бизнес снафи. Да, ты пришла не зря. Ты вообще пришла не зря. И корот с этими, с нами. Будем разбираться всё. Давайте. Ну что, да. Значит, девушка пишет. Добрый вечер. Сегодня увидела очень странный сон. Хочется сказать, странный даже для меня. Но вот вообще, не понимая, о чём он может быть, ни малейшей мысли, мне приснилось, что из плагалища выползают черви, похожие на дождевых. Как ни странно, меня это напугало. А, не напугало. Как ни странно, её это не напугало, а вызвало чувство отвращения и желание в этом разобраться. Я полезла доставать что-то, может быть, ещё. Фу, аж противно писать. И будто наткнулась на что-то похожее, как на змею, но с множеством острых зубов, что выползло вслед за моей рукой, чтобы схватить меня. А после вообще какая-то чукадабра вылезла. И всё. Проснулась и ощущение непонимания, что это, о чём это может быть. Вот такое вот интересное. Ну и сновидения сегодня у нас. То мусорный бак, то мусорный бак, то унитазы, теперь черви. Понимаете? И чё пока, брата. Видимо. Слушайте, а сейчас же какое-то затмение, и говорят, что вот это вот всё завершается. Да, вот у многих людей завершается, вот вылезает всё, вот это ненужное. Вот как раз-таки все сны сегодня. Я всё-таки подумала, у Элизы аудитория более молодая, а у молодых там же всё кипит, шипит и пузырится, поэтому сны такие же. Я вот вспоминаю свои сны в молодом возрасте. Это же просыпаешься, целое кино просто каждый раз. А сколько лет? Если я не ошибаюсь, либо около сорока, просто я с ней сейчас не работаю, она как-то была у меня в группе, но недолго. Либо до сорока, либо сорок плюс с небольшим. Ну, как раз такой возраст, знаешь, ближе к сорока, если бы сорок плюс чуть-чуть. Да, плюс-минус, вот что-то такое. Ну, вот эти черви, можно назвать фаллическими символами, они как-то вот... Абсолютно. Отвращение вызывают почему-то. И они не вползают, а выползают. Это тоже важно. То есть, ну, мне... Мне видится это про отношения. Ну, даже не про отношения, а про восприятие сексуальности своей. Про отторжение, возможно. Отвращение своих партнеров. Отвращение, да. То есть здесь есть, здесь несколько раз она сказала про отвращение именно. Ну, вот. Может быть, это отвращение от незнания, да? Потому что что такое сексуальность? Это же про тело, про телесные ощущения, про телесные позывы, мысли. Да. Ну, там про чупака, брата, там про чупака, брата. Вот, апостолы. Ну, там, я так понимаю, чудовища вылезали. Да. После червей были чудовища, а в конце что-то вообще, ну, несуразное, что-то абсурдное вообще. Ну, вот мне кажется, что это про пересмотр, ну, опять же, возможно, гормональный, возможно, ну, такой возрастной, да? Про пересмотр своей сексуальности, про восприятие себя женщиной, и про, ну, такую уборку генеральную в вопросах, что я принимаю, что нет, что мне приятно, а где я не согласна, ну, что мне противно. Это что-то про эту часть. О том, что и это всё было во мне, ну, то есть, это я про себя так думала, настолько, что я противна, на самом деле, как бы нет. А ещё я... Всё внутри меня такое плохое всё. Про образ, про образ вообще самого, ну, по сути, фалоса мужчины, то есть, у неё ощущение, образ вообще мужчины вот такого, ну, там, бессознательно, то есть, возможно, она сознательно, ну, не так ужасно к мужчине, да? Ну, в общем, к фалосу относится, а неосознанно это было вот об этом, то есть, настолько для неё образ мужчины, образ фалоса, это что-то реально вот такое ужасное, которое вот, ну, может причинить ей какой-то ужас внутри, убить её, возможно, как-то. Ну, раз отвращение, это же про опасность, у нас же базовое чувство, да, вот это отвращение, оно вообще откуда взялось? Из-за того, что раньше отвращение чувствовали те, кто в опасности был, и отвращение помогало им, ну, как бы, что-то с этой опасностью сделать. То есть, это кто-то может убить того, кто чувствует отвращение, и как следствие, да, мне кажется, и мужчина для неё вот настолько такой враг, чудовище, которое может, ну, действительно, её уничтожить. И поэтому и важно к ним вот такое чувствовать, чтобы никогда его не впустить. То есть, вот оно выходит, 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 а про вход никто же ещё и не говорит. А про вход-то никто не говорит. И что характерно только выходит? Ну, может быть, как раз... Ход там и выход. ...то выходит. Ну, вот сейчас вот это всё выйдет, может, что-то прекрасное зайдёт. Ну, я надеюсь. Об этом же и сон, что от этого ужаса внутреннего ощущения, что мужчины вот такие ужасные, и пришло время избавиться, и пересмотреть вообще образ самого мужчины, фалоса, ну, и вообще, может быть, там и про отца тоже, я не знаю, может быть, всё это вместе связано. Вообще, мы как-то разбирали, да, ну, как вообще попадает, ну, как бы, этот ребёнок в утробу матери. Ну, и бессознательно, это же всё, он помнится, и отца ненавидит, потому что это он виноват, что я теперь тут живу и мучаюсь. И всё, вот это вот чудо. Котина такая. Ну, да. Ну, и вообще же, по сути, сновидения, они же ведут к первосцене, вот той первосцене, которую родитель, ой, родитель и ребёнок, и чувствовал между, вот это вот сексуальное, между отцом и матерью. И там же иногда оно и тоже и садистическое какое-то, и первертное, да, и разное-разное, не всегда приятное. Вот. Поэтому, да. Отлично. Ну, что читаем? В общем, я бы рекомендацию такую взяла, пересмотреть вообще образ мужчины, фалоса, пениса, сексуальности, взаимоотношений с мужчинами и так далее. Вот моя рекомендация. Ну, да, отношения к своему телу, потому что, мне кажется, вот это вот ненависимое первичное ребёнок испытывает в раннем возрасте, да, в раннем периоде, потому что тело какое-то не такое, и он не понимает и как бы разделяет себя. Я и другие, это вот тело как раз другие. И на какое-то ненавистное тело, с которым непонятно, что делать. То болит, то ещё что-то с этим телом происходит. Да. Да. Так, дальше вам. Здравствуйте, Ильи, Зая и Татьяна. И сегодня мне приснился сон, что в загробном доме знакомой семьи они мне звонят и говорят, что собрали для меня вещи, которые мне не нужны, и чтобы я посмотрела, что мне может пригодиться. Я беру всё с мыслью, что, мол, потом разберусь. Что оставить, а что выбросить. Мою у них в доме посуду и собираюсь уезжать. И тут я смотрю на их собак и думаю, что хочу, хочу забрать две собаки из трёх, а потом думаю, что у меня ведь уже есть собака, куда мне ещё эти собаки. И на этом не сцепаюсь. То есть там есть вещи, которые ей надо перебрать, и собаки, и собак ей навязывают, или как? Какие-то чьи-то ненужные вещи. Это про что? Это вещи, это у нас про что? Это же про социальные роли, ненужные. Да, и роли, и мысли. Может быть, может быть, Татьяна собирает какие-то ненужные, чужие мысли. Она слушает, может быть, есть вот такая категория людей, которые вот как жилетки, да, все приходят, что-то рассказывают, и она становится вот этим контейнером. И тут во сне ей снится, что вот ей собрали кучу вещей, и она, ну ладно, я заберу, она всё время забирает. А потом разберусь. А потом разберусь. А потом суб с котом, потому что каждый раз это какая-то новая информация, ей кто-то что-то сливает. вот интересно бы то, что это же тоже мусор, правда? Это же тоже мусор, вот эти вещи никому не нужны. Она оставлю себе, вещи, да, оставлю себе, а что-то как бы выброшу. Может быть, Татьяна в жизни то же самое делает, всё берёт, берёт, и мысли какие-то, может быть, вещи, друзей, ну вот в общем всё, что её окружает, она сначала берёт и каждый раз себе обещает, ладно, потом разберу, то, что мне надо, я оставлю. Да, а то, на этом теряется время идёт, то есть она убивает, скорее всего, там своё время. И там ресурсы, действительно, там и много чего. То есть такое чувство, да, что как будто бы сон ей подсказывает о том, что может быть сразу отказаться от этого всего и сказать, мне эти вещи чужие не нужны, они не мои, они старые, и я их даже перебирать не буду, потому что мне это не подходит, даже предлагать мне это не нужно, как вариант. И, да, абсолютно согласна, и не только с вещами дело, да, а вот если люди ходят и сваливают на вас какие-то свои чувства, эмоции или какие-то ситуации, переживания, из-за страха, что если вы не будете ее слушать, с вами не будете общаться, вот, может быть, пора начать границы выстраивать, да? Да. И не подняться в неприятой. Вот этим контейнером, которому можно все отдать, потому что мне-то зачем это, мне этот мусор не нужен, мне надо выкинуть. И я как бы предлагаю Татьяне она берет. Я бы тут еще посмотрела, раз она берет, значит, она, наверное, хочет, возможно, ну, почему человек берет то, что ему не нравится, мне кажется, только по одной причине, потому что он хочет быть принятым. И тогда тут здесь уже важно пойти вот в этот страх, что ну да, и не будешь ты для них принятой, будешь плохой, будешь дрянью какой-то, ишь ты от наших вещей отказалась, ну, вещи, понятно, в кавычках. Ну, разрешите себе быть дрянью, быть кем-то непринятой, кого-то разочаровать, возможно, что да, вот эти мне ваши навязанные социальные роли, социальные мысли, они мне не подходят. То есть я разрешаю себе ваш образ жизни не взять себе, мне он не подходит ваш образ жизни, ваши мысли, и ваши социальные роли, и ваш опыт мне тоже не подходит. Я бы даже сказала, еще мне не подходят отношения с вами, потому что здесь две собаки из трех, понимаешь, и она думает, зачем они мне вообще, а потом я думаю, ну, может быть, ну, может быть, все-таки, а потом снова, нет, ну, вот у меня же уже собака есть. Да, ну, может, что-то получится, да, то есть мы вот, ну, начнем отношения, да, может быть, что-то из этого и выйдет, как будто бы, а ничего и не выходит, потому что, ну, вот сами, да, само начало отношений, оно уже было какое-то невзаимовыгодное, невзаимовыгодное, ну, то есть невзаимное оно какое-то. Ну, непаритетное, да, перегружено, Татьяна перегружено. Да, у меня есть, у меня есть, но... Уже. Да, уже есть. Ну, ладно, может взять, и это вот может быть во всем в жизни проигрываться. Ну, ладно, возьми. Ну, ладно, вот это вот, ну, ладно. Ну, то есть убрать вообще из своей лексики, может быть, вот это, ну, ладно, а придумать какое-то слово более конкретное, да, нет, надо, не надо. Возможно, даже нет, и без, да, каких-либо, потому что, когда человек не может нет сказать, он же постоянно придумывает, почему нет, а тут нет, и выдержать это нет. Вот каково даже не оправдываться, не говорить, почему нет, просто нет. Ну, и выдержать. Что на вас потом польется после этого, нет. А польется. Татьяна пишет, спасибо. А это как-то связано с началом психотерапевтической практики? Вчера как раз была клиентка бесплатно для экзамена в универе. То есть я так поняла, что Татьяна начала практику? Да. Угу. Ну, я думаю, да, конечно. Ну, вы взяли первую клиентку и, ну, то есть потом, значит, будете разбираться, якобы, вроде бы, да, то есть, ну, то есть вам дали бесплатно для экзамена, ну, то есть эти вещи какие-то дали, значит, перебери ее, посмотри ее, что там, значит, нужно, используешь для экзамена в универе, а что не нужно, там, ну, там отправишь ее, там, или еще как-то, да, то есть это такая нагрузка, вот, она вроде, ну, ну, такая вроде нужная, потому что там польза может быть, но вам не комфортно с этим, ну, с этими вещами. Ну, потому что, опять же, да, это, бесплатно, это, да, бесплатно, вроде как для экзамена, да, но все равно же, да, вот этот баланс, и тем более психотерапевтически, да, если это работа психолога и клиента, это, ну, накладывает, да, на отношения, действительно, какие-то некие такие неприятные моменты, когда это бесплатно, поэтому. да, потому что там же ненужное тоже дают бесплатно во сне. Да, да, совершенно. И как будто бы, ну, как бы, да, очень есть большое желание практиковаться, и, а это надо слушать, как раз стать вот этим контейнером, но так как опыта еще нет, и она говорит, ну, ладно, я вот сделаю, потом разберусь. Ну, потому что мне вот это нужно для как раз-таки, да, для экзамена, и потом мне до сдачи этого экзамена как раз-таки что-то даст. Вот. Это понятно, но вот это не первое, но это... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наша зрительница, читательница и участница наших эфиров. Я спросила... О, Тань, привет! Ты с нами уже? Да. Да? Отвисла. Ты это... А куда меня такие крутят, здесь такие шарики, я думаю? Нет, ты у нас была шариком, ты крутилась. Смешательно. А мы у тебя? Так, смотрите, давайте быстренько этот последний сон рассмотрим, он маленький. Мне сто лет ничего не снилось, а сегодня украли во сне самокат, и я бежала по какой-то лестнице вниз, искала вора, но не нашла. Вот к чему все это. Девушка взрослая на самокате взрослым реально катается. По лестнице вниз, по лестнице вниз, правильно я понимаю? Да, она бежала по лестнице вниз, искала вора. Искала вора. Так интересно, как будто бы... Как будто бы в свое бессознательное, да, по лестнице вниз, да, искала вора. И тогда, это же какая-то, возможно, история из ее бессознательного, возможно, какая-то старая история, что кто-то у нее что-то украл. Возможно, не вещь, возможно, не самокат, да, а что-то кто-то действительно украл. Может быть, время, может быть, какую-то ее потребность, я не знаю, да, ну, что... А самокат, кстати, да, это у нас прообраз чего? Это же движение какое-то. Это средство передвижения, да. То есть это способ добраться из точки А в точку Б. Я поняла. Я... Ну, это моя, опять же, фантазия, да, я предположу, что когда-то, давно, когда она делала выбор, она не сделала свой выбор, и она хотела какого-то вектора, ну, в своей судьбе, возможно, определенного, но из-за кого-то, из-за, какого-то объекта, который как будто бы украл у нее это время, ну, и она не сделала выбор в свою пользу, то есть вектор своего движения она полностью поменяла, и, возможно, не в свою пользу. Ну, то есть идет вот это вот ощущение, что как будто бы он реально украл, украл вот это мое движение, в котором я сама хотела двигаться в определенном векторе, в определенном развитии. Ну, вот моя такая интерпретация. Ну, у меня тоже появилось про вот украли, да, вот сразу украли, очень может быть, что, ну, есть какие-то моменты, где она себя, у себя крадет, или время, уже как следствие, какие-то желания, или что-то еще. Как следствие. И вот сон прям ярко говорит, да, ты что-то крадешь у себя. И что она почувствовала? Не написала, какое чувство? Нет, нет, не написала. Вот, я написала. Да. Что это за чувство было, когда украли самокат, потому что тогда по чувству, может быть, было бы более понятно, да? Я думаю, здесь это понятно. Не осознанно, естественно, она может разыгрывать это с кем-то, и чувствовать вот это вот, как будто у нее все время кто-то крадет. Понятно, что и тогда кто-то у нее украл, это как бы, ну, это ее интерпретация, то есть, понятно, что у нее этого выбора внутри не было, и тогда нужен был кто-то, как будто бы он у меня украл, да? Как будто бы не я себе не позволила выбрать свой путь, как будто бы, ну, это вот из-за этого же человека я так поступила, это же он украл у меня, да? То есть, ей до сих пор, возможно, так кажется, и тогда, ну, первое, да, что нужно сделать, это пойти сначала вот в эту историю, а потом через эту историю прийти же к тому событию, которое еще было до этого человека, то есть, почему ты вообще создала такое себе пространство, где ты вообще не имеешь права выбирать, и тогда кто-то, как будто бы, конечно, у тебя будет каждый раз, скрасть, ну, по сути, да, она сама, конечно же, у себя крадет, только через чужие руки, скажем так. Ну, друзья, я не успела все остальное, вот, мы это перенесем на следующий раз. Да, 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 Спасибо всем, кто смотрел нас, кто бы смотреть в записи, смотрите крепкие сны, приносите нам их в директ, пишите, присылайте, пусть вам снятся, приснятся зайчики и белочки. Спасибо, дорогие коллеги, спасибо, что вы принесли свои сны, и те, кто написал, здесь, в комментариях, очень интересные сны, всем очень красивых снов, пишите о них, а мы как-нибудь, вот, каждый со своей интерпретацией, их постараемся... Каждый со своей колокольни, разберем, со своей башни, из своих знаний. Да, ну, это я шучу, конечно, коллеги. Шучу. Спасибо. Всего хорошего, и вам, дорогие коллеги, тоже красиво. все, все, пока. Пока-пока. Пока-пока.